Озеро Протяжно – одно из самых популярных мест отдыха устровчан. Его состояние вызывает беспокойство жителей города уже несколько лет. Весной этого года там случилась настоящая экологическая катастрофа – массовая гибель рыбы. Тогда, по мнению опытных рыбаков, замор произошел из-за обмеления водоема. Когда были зимой, лед бурили, смотрели. В общем, лед порядка 80 сантиметров, под ним сантиметров 10-15 воды, в которой гниет водоросли. Вот. Собственно, как любой процесс гниения, из воды выбирается весь кислород, и рыбе нечем дышать, соответственно, она погибает. По словам жителей города, за полгода экосистема озера не улучшилась, и нужно срочно решать проблему восстановления водоема. В первую очередь провести очистку. С такой просьбой представители общественных организаций обратились к депутатам. Протяжка постепенно умирает. В полном смысле этого слова. То есть на сегодняшний день уже купаться стало неприятно, потому что когда ты плывешь, водоросли по тебе шуршат, как будто змеи. Как пояснила Людмила Шлипугина, монастырский пруд Протяжка – государственный памятник природы регионального значения. Это значит, что любые вопросы, связанные с очисткой водоема, нужно решать через Министерство экологии Нижегородской области. То есть единственное, что мы можем двигаться по этой проблеме, взаимодействовать с Министерством экологии и биться во все двери, чтобы включили в нас соответствующие программы субъекты. Очистка озера Протяжка. Одной из проблем зарастания протяжки общественные представители назвали неправильно установленный слив на плотине. Вода спускается сверху, а должна вытекать снизу. Эта конструкция относится к гидротехническому сооружению и находится в ведении муниципалитета. Но речь идет о исследовании состояния водоема, разработке комплекса мер по улучшению его биологического состояния. Это же микроорганизмы, понимаете? Потому что там четко нужно очистку от травы делать. Действительно, может быть, за рыбами будут проводить. Это сегодня жестко в комитетах Министерства экологии Нижегородской области. Ну то есть, если, например, одной из рекомендаций в результате исследований будет, что нужно действительно этот слив переделать и сделать его неверным, а нижним, то мы можем уже это делать. Депутаты приняли решение рассмотреть вопрос об очистке протяжки в начале декабря на отдельном совещании. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова